Какой была хортица во времена казачества, как будут выглядеть новые запорожские мосты через Днепр и какими в будущем будут украинские города. Посмотреть на все это с высоты птичьего полета, правда в масштабе 1 к 80, можно в макетном зале на детской железной дороге. Там представлены модели городов и вокзалов, сделанные руками юных железнодорожников и их преподавателей. О мире в миниатюре расскажут наши журналисты. Хоть и в миниатюре, зато все как настоящее. Поезд едет, соответственно, этому работают светофоры и звучит предупреждающий сигнал. Всем процессом с помощью специального пульта управления руководят юные железнодорожники. Во время таких занятий, уверяют педагоги, ребята не только развлекаются, но и получают массу полезных знаний. Первоначально макет железной дороги это есть маленький, небольшой кусочек настоящей железной дороги. Поэтому мы стараемся их делать максимально приближенно к настоящей железной дороге. И самое главное, это помогает детям нашего кружка именно в изучении устройства и работы с железной дороги. Также приобретаются навыки работы с различными инструментами и материалами, а также навыки в электротехнике. Все эти знания ребята в будущем планируют применить на практике, уже работая на настоящей железной дороге. Планирую работать на железной дороге. Просто нравится, что тут сказать. Дежурные повстанцы, наверное, скорее всего. Не знаю, какая-то работа такая, ответственная, да. Вроде не сказать, что легкая и не очень, что уж и тяжелая. Правда, пока до трудовых будней ребятам еще далеко. И они дружно мастерят макеты всем кружком. Сообща планируют и новые модели городов и железных дорог. Фантазию детей ничем не ограничивают, говорят преподаватели. Вот так, например, по мнению воспитанников ДЖД, будет выглядеть город будущего. Со скоростными поездами, небоскребами, тепловыми и солнечными станциями. На создание подобного макета уходит несколько месяцев. Во всей группе мы думаем, потом разрабатываем дизайн макета, его функциональность, как он будет выглядеть, какие строения будут в нем применяться. Ну и подвижной состав также самополностью разрабатываем сами. Сейчас ребята трудятся над макетом родной ДЖД. Отмечают, он почти готов. Осталось провести электронику и сделать небольшие корректировки. Преподаватели, в свою очередь, напоминают, присоединиться к кружку моделирования может любой желающий школьник старше 10 лет.